Амария 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 А, Марьян-Карбелл Най весел horse, řовка А, кайрё, коахав parent Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, дорогие друзья, это была песня «Поморянуты по волнам», многие из вас ее слышали, я историю рассказывал, но еще раз расскажу, так как у нас сегодня непонятный формат творческого вечера, копийных посиделок. Песня была, она называлась «Поморянуты по волнам», с которой много лет назад я удачно вступил в музыкальную школу. Если кто-то не разобрал текст за нашим лайвым саундчеком, в конце все погибли, кроме нарекан. Хотя нет, только девушка погибла. Сегодня прозвучат разные самые композиции в перемешку с разговорами какими-то, с вашими вопросами и прочими кофейными делами. Формат будет совершенно непонятный, неяснимый, неизъяснимый, неувоимый. Поэтому мы будем делать какие-то более активические вещи, какие-то совсем не академические, какие-то более ансамблевые, какие-то менее ансамблевые, какие-то лучше, какие-то хуже. Да, давайте, друзья, сейчас споём песню «Не искушай меня без музы» от нового фитера Михаила Ильинки. Мы сделали такое перевожение. Есть известный дуэт для тенора и сопрано. Здесь сопрано саксахон исполняет роль сопрано. И тут у нас дуэт с саксахоном. Ну а потом, наверное, вопрос. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не искушай меня без нужды. В crawдрах нежности твой, Красота чаробла мой чужды, В связи с тенью прежних дней. Боже, я не предупреждениям, Боже, я не предупрежден любовь, И не могу приносить, Раз ты изменившись с правеньем. И не могу приносить, Раз ты изменившись с правеньем. Не мой коски моей, Не грозь, не заводи, Я предупреждениям, Слово, чьи друг забот не переполювах, И не могу приносить, Раз ты изменившись с правеньем. И не могу приносить, Раз ты изменившись с правеньем. И не могу приносить, Раз ты изменившись с правеньем. И не могу приносить, Раз ты изменившись с правеньем. И не могу приносить, Раз ты изменившись с правеньем. — Браво! 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 — Да, какое же забвение, правда. Ну вот, дорогие друзья, мы начали наш творческий вечер. Если у нас есть какой-то модератор, то мы приглашаем его на аванс-сцену, модерируем наше собрание. — Да, я просто подвинусь. — По ближней. — Я приглашаю. — Ну что, Петя уже со всем поздоровался. Смотрите, я вам расскажу, как у нас сегодня будет проходить. Ты, если все равно не знаешь, я тут не знаю. — Да, правда, мы все и узнаем. — Чтобы все не знали, да. Смотрите, у нас сегодня будет наш творческий вечер. Он будет разделен на три блока. Мы их условно посвятили трем этапам твоей жизни. его прошлому, его театральной составляющей, театральному пути и спорту. — И спорту, да. — Ты расскажешь нам про твои участие в супермарафоне. — Да-да-да. — Какой? — Ну, на самом деле, я с Лавиат Борисовым вечером начать вообще, в принципе, знакомиться с собой, да. Многие люди пришли ради тебя. Многие люди, не знаю, твои истории, да. Я когда готовился к этому вечеру, то я, естественно, стал в интернете читать, что и, конечно, боролся на Википедию. И первое, что там у тебя написано, да, тот факт, что ты играл в рок-группе, да. А потом стал заниматься вокалом после того, да? Это на самом-то, знаешь, для меня неспроста такой вопрос... — Ты тоже играл в друг группе, а потом стал заниматься вокалом? Я, ты знаешь, я играю в друг-группе, а потом в какой-то момент стал заниматься вокалом. Точно так же, как ты понял, я, кажется, петь не умею, да? Но я в какой-то момент бросил, потому что я и так классно пою. Вот, расскажи себя, asked, я подумал, почему ты не бросил, вот твой голос на самом деле будет, оно hep», — это вся страна, правильно? Ну и ты в какой-то момент, не знал, я поплуса, да? — Не знал, are you? Почему я не бросил до сих пор? Этот вопрос задаёт каждый день, надо сказать. Потому что много бывает разных моментов, когда ты думаешь, что, может быть, конечно, стоит всё это бросить, потому что тренировки вокальные занимаются очень много времени. Ну, так сейчас случилось, что я сначала попал в студию Ирины Мухиной, которая, собственно, мне сказала, что надо заниматься, что есть голос, что надо заниматься обязательно. Потом я поступил в Мерзниковское училище на академический вокал в класс профессора Игоря Николаевича Боронова, замечательного педагога, у которого я проучился два года. Потом в училище учиться, как известно, гораздо сложнее, чем в высшем учебном заведении. У меня тут там в два раза больше, поэтому я брусил в Мерзниковскую, закончил её, попал в два года, поступил в Гнесинскую академию в класс выдающейся певицы Валентина Николаевна Левкова. И проучился там пять лет. И там же я познакомился с совершенно потрясающим человеком, Юрием Аркадьевичем Спиранцевым, руководителем оперной студии в Мерзниковской академии, который ушёл от нас в прошлом году. Это совершенно потрясающий был человек. Искромётный, артистичный, тонкий, талантливый, энергичный. Он мог всех организовать на какое-то сложнейшее дело. Он мог донести до нас, до студентов, чем надо руководствоваться в первую очередь во время исполнения той или иной партии, той или иной сцены. И это было видо тонко, ярко. Хотелось снимать это на камеру, я стеснялся. Теперь, к сожалению, что стеснялся, надо было это так иначе снимать. Потому что, как он показывал и рассказывал, это было что-то потрясающее. Все люди, которые его знали, сейчас поддержали меня. Почему я не бросил? Я не знаю. Я очень люблю петь. Помимо опера люблю всякие смежные жанры. Городской романс. Развучавший сейчас романс Глинки. Это такой настык классического и городского романса. Люблю неаполитанские песни, то есть что-то уже с угодом в эстраду, где тоже вокал имеет важнейшее значение. И краски, которые можно найти в вокале, они многообразны, как в любом инструменте. Мы, наверное, чуть более, чем в другом инструменте, потому что присутствует еще слово, дополнительная составляющая. Поэтому, конечно, это тот инструмент, по которому, как же так случилось, что я стал заниматься вокалом. И буду заниматься, думаю, всю жизнь. Поэтому... Давайте сейчас мы споем неаполитанскую песню Санта-Люче Лумитана. Веререрка Матси Верерка Матси Верерка Матси Верерка Матси Контрим Ниа Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон. Поэтому это со мной по-прежнему собрание пёстрых глав, как говорится, и вот слушают люди, и хорошо, и я очень рад этому. — Тебя везти вообще к вообще страннице? — То есть там Москва — это одна вытворительная страна? — Да, кстати, я замечал, что именно в Киеве все гораздо ярче сразу реагируют. Видимо, в более южный темперамент. Но в целом в России, я не могу сказать, что там в Петербурге все чопорные, а в Краснодаре все вообще славы зажигают. В целом достаточно одинаковая, мне кажется, реакция. То есть в общем и целом слушают люди. Ну то есть если это рок-н-ролл, то танцуют. Если какая-то песня, которую надо послушать, то слушают. Какая-то инструментальная композиция, тоже послушают. Но опять же тут бывают сложности, потому что, выстраивая программу, иногда захочет рисунешь какую-нибудь более динамичную вещь в сидячую программу, а потом думаешь, зачем ты это сделал? Я им хотел танцевать, а им было неудобно вставать в сидячем зале. И наоборот. В какую-то стоячую программу думаешь, взпихну-ка сюда вот эту вот заунывную композицию. Вроде же тебя слушаешь, но ты боишься, вдруг они сейчас в растрюкции уйдут. Такой страх, конечно, тоже присутствует. Но что делать? Вообще всё время страшно. Всё время страшно. Страш всего боишься, за всё боишься. Страшно жить, да. Боишься болезней, смертей, боишься безденежья, боишься того, что люди перестанут ходить на концерты, боишься, что сам перестанешь сочинять что-то интересное, что боишься, что всё что-то съел до этого, всё фигня. Страх их огромное количество, и они всё время бродят, бродят, и ты так с ними пытаешься бороться. Слушай, вопрос странный, да. Но я на самом деле знаю многих людей, которые выступают. Ты выступать боишься. Вот каждый раз. С одной стороны, с утра перед концертом самое страшное – это утро концерта такое уныние нападает. И ты думаешь, ненавижу. Ненавижу. Есть. В этом смысле композиторская работа, конечно, она очень хорошо оттягивает на себя настроенческую, потому что ты, может быть, даже иногда и соскучишься по выступлениям, когда месяц сидишь, только там сидишь, ковыряешься в партитурах, и другие совершенно начинаются наводки. Но, конечно, всё равно волнуюсь всегда перед концертом, именно за несколько часов до концерта. А перед самым концертом я могу слушать дела. Слушай, смотри, про композиторскую работа, опять же, в такой момент, не бывает такого, что, да, смотрю, я вот беру и пишу, я всегда пишу, я всегда пишу, ну, во-первых, какое количество своих собственных произведений, да, ты просто обпроковываешь, и даже они не доходят там до коллектива. Ну, есть таких, конечно. Ну, конечно, есть. И что тебя вдохновляет? Ну, это дружный момент, опять же, потому что это бесконечное такое колесо, которое ты варишься, варишься, там делаешь, скажем, несколько композиций, посвящённых одному какому мероприятию, либо это альбом, либо это спектакль, либо ещё что-то. И ты... Сначала, как есть какой-то экстаз, вдруг ты придумал какую-то штуку, а, вот здесь какая-то запятая, появилась клёво, вокруг неё обросла она вся музыка, и получилась композиция или песня, фрагмент какой-то. Но так как ты долго их занимаешься, 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 глаз замыливается, слуха замыливается, в какой-то момент тебе уже тошнит просто от этой музыки, ты не можешь её слышать, а тебе надо её так делать, читать, записать, и записать хорошо, потому что шанс записать её хорошо только сейчас, потому что потом она, ну, если это спектакль, то в какой-то смысле там через три года записывать музыку, которую сейчас будет. И поэтому сейчас ты делаешь с собой усилие, и пытаешься идти уже по приборам, то есть просто понимаешь, что вот это вот, допустим, это хорошо звучит, это плохо звучит, записал, переписал, там, если бы пару дней послушать, послушать, то есть уже стараешься какие-то объективные такие, находить комку, сетку, решётку, за которую чтобы цепляться, и чтобы ты уже без эмоциональной оценки мог более-менее понять, годится это или не годится. И это такой сложный момент, особенно когда ты много работаешь в сжатые сроки, с каким-то материалом. Но это, кстати, не только собственной музыкой, если ты занимаешься исполнительством, а то же самое, но только когда ты не ставишь под сомнение, хороший автор, а возишься только за своими исполнениями. То есть в этом смысле это постоянная такая история, где ты всё время что-то выбрасываешь, отбрасываешь, потом опять возвращаешь, думаешь, а нет, всё-таки это всё было очень даже ничего, потом мне, что говорится, говорю, прекрасно, ну вот, ну и так далее, и так далее. Это такое бесконечное колесо, в котором ты не понимаешь, в конце этой, в какой фазе, собственно, ты становишься. Кажется, это прекрасно, и всё это никуда не годится. Ты всем довольны? Нет, конечно. Нет, конечно, нет. То есть мы верили, что вещей вообще не мог услышать, просто безнадрогая музыка. Интересно. Так же не режу. Если они писали. Не честно. Да, да. Потому что это, возможно, самое любимое. Да, главное, что может оказаться, что ты тоже слышишь, слушаешь какую-то вещь, особенно если ты, конечно, долго и занимаешься, а потом через это слушаешь, да нет, всё вообще нормально было, что-то там вообще. Особенно ещё людей изводил, там, режиссёров вообще, там, в общем, посыли. Вот. Так что в этом смысле лучше как раз и называть именно. Ладно, давай спрячем. Да. Ну что у нас ещё есть? Дальше у нас... Это спектакль на следующем полоте? Да. Тогда давайте я просто спою одну песню, спою. Песненька. А потом если не спою, потом что-то с высоко. Сейчас прозвучит песня Сильдер Лайк. Хочу. Я хочу, ахохо.... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Так и получилось. Ну как, очень просто. Мне написала режиссер Катя Гранитова с предложением написать музыку в спектакль «Северная Одессе». Я просил, что за сценарий. Она мне дала почитать, мне очень понравилось. Я сказал, я с удовольствием. И особенно мне понравилось то, что она сразу предложила сделать на сцене живую музыку. Это, конечно, круто, это очень сложно, дорого и так далее, но я очень потом обрадовался. В те разы, когда я был в театре, была живая музыка. Я их особенно помню, они для меня какие-то особенно чудесные. Так что мы начали работать, прикидывать темы, песни, фоновую музыку. Постепенно как-то все это выруливалось, обрастало какими-то деталями. Потом стал аранжировывать. Потом я собрал замечательных музыкантов именно на эту историю. Олег и Олег, к счастью, согласились. Я очень этому рад, потому что вообще удалось прекрасных музыкантов привлечь в эту историю. И поэтому играть этот спектакль нам, по крайней мере, не надоедает пока, да? Нам не надоедает, мы с удовольствием его играем. Да, и потом даже какие-то вещи у нас становятся лучше и лучше, мы это замечаем. Какие-то не становятся хуже. Если становится, мы тут же это замечаем и начинаем исправлять. Может быть, не так рьяно, как хотелось бы, но мы стараемся. Так что потом мне вот в сентябре месяце предложил режиссер Максим Соколов написать музыку в спектакле «Быкновенное чудо» в Пермском тьюзе. Вот буквально недавно на днях была премьера. Это уже, мы сначала тоже думали использовать музыкальную живую-живую музыку на сцене, но там оказалось тоже очень сложно все это. А привлечь хороших музыкантов, на это нужны деньги, опять же, инженерия, все это все очень сложно. И мы решили делать фонограммы, хоть я это и не люблю, но что делать. А главное, что есть вещи оркестровые, что было бы невозможно исполнить никак совсем, даже небольшим ассамблем. Записали фонограммы на масс-фильме, на скорую руку еле-еле успел ее как-то подсвести, свести, потому что времени, опять же, денег не хватало. Но все это достаточно, мне кажется, прилично звучит. И вот я был на премьере, и почти все звучит хорошо. Но некоторые вещи там надо пересвести, я буду, видимо, всю жизнь досылать фонограммы, пока идет спектакль, пересводи, пересводи, пересводи. Вот, такая история мы ищем, замечательная какая-то была рождественская история. Буквально в середине декабря мне позвонил режиссер Саша Коручеков, который в театре Вахтанкова выставил сказку «Питер Пэн». И попросил за две недели помочь с музыкой. Я говорю, а как это? Вот у нас там просто есть, и такая история была. В общем, сначала думали, что такой будет калаш, много всякой разной музыки, будет здорово. А потом оказалось, что когда все равно нет оригинальной какой-то оси, оси, то это немножко разваливается. Вот, и Саша это понял. Там использовалась композиция «Потерите лап», которую когда-то мы давно играли, много записывали. И вот такая-то рантелла инструментальная. На нее там происходит бой с пиратами. И он вот решил, видимо, решив, что это настроение и какая-то вот интонация, которая есть в этой вещи, подходит, обратился ко мне. И мы быстро записали, благодаря тому, что как раз в этот момент готовился концерт, 24-го числа с моим небольшим оркестром. И мы буквально на репетициях, между репетициями и там вот до репетиции, до концерта, быстро буквально раскидывали партии, быстро одна репетиция, сыграли, записали, сыграли, записали, сыграли, записали. Благодаря музыкантам и дирижеру Федису Парникову все это удалось сделать очень быстро, оперативно и достаточно качественно записать. Мы записывали прямо в зале ЦД, привозили туда микрофон, и там буквально у нас всего 12 каналов на весь оркестр, но, в принципе, звучит. Не то, что там огромный симметрический оркестр, такой ансамбль, скорее, большой, но все-таки обычно возьмем 12 каналов маловато, но нам бы хватило. И настроение было какое-то хорошее, и все как-то легко получилось. Потому что, например, какие-то вещи мы дописывали после Нового года, и то ли все после праздников были, и вроде все те же самые ноты, оно вообще что-то не получит, не идет, ну что такое, как-то безумие, я не понимаю, что-то. Но такие бывают удивительные магические вещи. Вроде тут все было на ходу, на бегу, непонятно почему получилось, а тут вроде подготовились, а что-то не идет. Вот, такие вот какие-то наши театральные дела. А теперь песни. Да, теперь песни. Ну, на самом деле, да, там про «Адиссей» все очень похожи. Ну, давай, наверное, песню с ней. Из «Адиссей» давайте, с удовольствием, давайте песню «Falling Down». Спасибо. 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 Ну, теперь про «Адиссей». Для тех, кто не знает, да, Петя написал всю мусорку в спектакле «Северный Одиссей», который делает в театре «Рамка». У вас у всех столов есть вот такие вот… По этому поводу мы вообще-то и собрались. Да. По этому поводу мы собрались. Как это «Афиш» называется? Или как это? Сейчас уже, блядь, неизвестно, как это называется. Ну, в общем, здесь у вас есть целый календарь, да, где вы можете посмотреть, когда вы сходите на «Адиссей». Я, кстати, вам очень рекомендую. Очень интересно. Я был на «Адиссее». Да. Да. Я чего-то всех рекламирую. Нет. Лучше понравилось. Понравилось и действо, и музыка к нему. И я хотел тебя спросить, знаешь, как композитор, да, писать в таком произведении, где, с одной стороны, идёт такой, ну, показан просто шутковод «Советская Россия», да, который идёт вообще с внутренним раздраймом просто полным, да, как люди буквально выживают, да, на месте. И всё это отображено, мне кажется, и в русске, и дальше показывается Америка, да, которая, ну, вот она такая размеренная, у них всё хорошо. Как ты всё это сведенил? А сколько? Скажите, насколько это было тяжело? Ну, во многом, конечно, благодаря режиссёру. Потому что Катя чудесно совершенно отбирала вещи, которые, вот так если их собрать, они достаточно пёстрые, но при этом их объединяет одно какое-то настроение. И это во многом благодаря идее. Потому что какие-то вещи я посылал, мне казалось, здорово, подходят. Какая музыка классная. Вот. А она говорит, не то, не годится, не годится, не годится, не годится. И так мы что-то переделывали, переделывали. И в итоге выстроился вот этот вот такой вот мир, действительно, вот одна такая вот заумыдная, какая-то тоскливая действительность наша. Вот. Ну, что, как известно, наша страна не такая... Таскарин. Таскарин. Сколько ты читаешь книжек всех эросклассических, все это замечают, что ну почему-то есть вот такая страна, которую людям грустно, вот, по крайней мере, я не знаю, я... Притом, что я не считаю, что это плохо. Вот. Просто вот так. И так вот у нас так вот. Как это... А там другой мир действительно яркий, более размеренный. И там вот у нас как будто бы люди сидят и понимают, что невозможно сделать рай на Земле. Ну невозможно, посмотри. Невозможно. Сколько ни пытайся, невозможно. А там, не, ну, посмотрите, можно что-то, да? Вот. Почти готово. Вот. И поэтому, естественно, вот это разное состояние... А я совершенно не уверен, что надо всегда прибавить в состояние, что, смотрите, все круто. Главное, чтобы теплая вода шла в экране. И я за теплую воду, конечно, я очень расстроюсь. А не расстроюсь, я не отключаю, но... Вот. Поэтому вот это настроение, смена музыкальной интонации музыкальной, она действительно очень важна, и она вот как-то выстроилась благодаря Кате и мне, и благодаря музыкантам. Потому что мы когда с этим работали, тоже доделывали какие-то вещи, выбирали какую-то... Ну, то есть понимали, какая здесь интонация, что это какая-то бескрайняя какая-то тундра. Вот. И там вот эта метка у конца и края, как говорили, да? Вот. И все, там дальше все дают океан, и они уходят, что этот не дают океан, это как... Они же не представляют, что они ключ от него. Перейдем, и вот там в Америку, там все будет нормально, мы там спасемся, продадим дрюлики. То есть такого ничего нет. Они уходят... Это край земли, настоящий край земли. И там все, там конец всего. Там космос бесконечный, непостижимый, бесконечно расширяющийся и так далее. И ты... И вот этот уход их туда, и это вот в идее вот уже... Они там... Они первый раз умерли там. Потом в случае... Ну, то есть они первый раз умерли там, в перестрелке. Второй раз они умерли, когда ушли туда. И вот эти все время сказочные события, которые возвращают их в реальность, то, что они пойдут береги берега в пролив. Уже в этом разговоре о том, какой там финал, что там умерли или не умерли, он несколько не отсюда вообще. И мне кажется, я слышал такие оценки, что вот это, мол, достаточно такая модельная, пустая вещь. И я совершенно с этим не согласен. Потому что захажешься простотой, мне видится вот это соотношение бескрайнего этого конца мира, космоса, и какой-то размеренный... Я не говорю, что это американское, это вообще черта, просто характер любого человека. То есть, с одной стороны, мы все стремимся сделать какой-то порядок, а с другой стороны, понимаем, что все превращается в путь. И это постоянно происходит. Отлично вышло, мы это понимаем. И вот эти 7 состояний, они в голове присутствуют. И в этой пьесе, эти два состояния, они и есть главные две доминанты. И вот они постоянно, они раз умерли, два умерли, они три умерли, четыре умерли... И вот они постоянно с ними... что это происходит, а их возрешается какая-то сказывающая реальность. Они все время находятся в сказке, они все время находятся в мифе, эпосе, который как раз обрешен вообще какой-то привязки ко времени. Несмотря на то, что куча деталей, которые очень четко привязаны ко времени. И вот эта одновременная привязка и непривязка ко времени – это как раз то, что мне очень интересно. И кажется, что это как раз наполняет это потрясающим, совершенно бесконечным смыслом эту совершенно простую, практически мультипликационную историю про чуваков, которые там хап-хап, а тут у них бриллианты, а тут они перешли по льду, а потом они там с девчонкой замусили бандитов, нагнули и вернулись с деньгами домой. Доказалось, что тупее вообще, да ничего тупее. То есть, если перескатать вот так вот, очень тупее действительно. Но если всё это как-то разнести в прочувствительных деталях, да, и их текст, конечно, какой-то удивительный, то, что называется «трум», живой, совершенно настоящий текст, это всё потрясающе круто, и я, я с удовольствием, хотя я ни разу не видел спектакль из зала, но ещё вытащить с полвер. А? Вытащить с полвер. Да-да-да, там, да, там есть. А, да-да-да. Вот как, как говорится, мой волк сзади выглядит, как говорим. Вот, так что, такая история совершенно, на мой взгляд, закажешься тривиальностью, она абсолютно неприятно. Ну, она не такая тривиальность, там прям... Мне такой вопрос сам назрёл, что мне кажется, тяжело всё-таки, эта тривиальность, она в чём, не в самой истории, да? Ну, я бы, если говорю, если рассказывать просто вот, синопсис, она получается на довольно таком, просто под-муви с бандитами и амурами, и всё. Да, ну, давай, вряд ли, это российская действительность. Нет, а всё это вместе, вот то, что они вот эти все такие мелкие детали, всё это делают, это абсолютно не тривиально. Вот это фокус, это талант, собственно, с Луцкой и Сморядовой, которые это сделали, и он именно в этом и состоится, за кажущейся абсолютной простотой совершенно всей бесконечности. Ну что, ещё песенку, давайте идут далеко песню, спою. Песня, которая тоже... Это был уже третий или четвёртый вариант заглавной песни «Любви». Все предыдущие тоже вошли в спектакль, но вот, например, «Falling Down» и «Fire» — это тоже были варианты на заглавную «Любовную песню», и композиция «Love Swing» тоже была главной «Любовной темы». Ну, получается, что такая песня как «Любовная песня». Еду далеко, легко, 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 надо бы взять кого, надо бы работать над собой, но нету никого, нету никого. До närмы, всё сдачи. Да, anderer, время. П nominee, не куча, никто не привeла, оболвания об 만약е собойcomb, всё, out and on не в benefited. Едем для него, ни в Willy, ei вон. самой Н circus еще вместоespеки «Любовной дня». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я просто хочу вас спросить. Я знаю, что скоро у тебя планируется концерт, расскажи про него, расскажи, что будет в нём, это будет что-то из нового творчества, или что-то... Удивительный концерт, совершенно неожиданный для многих, наверное. Концерт посвящён Леониду Исключеву Кутёсову. Дело в том, что в прошлом году был его юбилей, и мы записали, вот ребята принимали участие в этой записи, получилось очень круто. Вот, мы писали, снимали оригинальные ориентировки, потом их репетировали, записывали, пели, перебивали. Что-то сведено, но так предварительно, ещё не готово. Это будет диск, посвящённый юбилею Леонидовича. Почему Леонидович? Потому что это, на самом деле, огромная эпоха и музыкальная пласт в русской культуре. Соединение как раз какого-то такого городского романса с американской культурой джазом, пакс-тротом, танго и прочим, и латиноамериканский. То есть, это такое соединение всего. И вот я узнал это слово, в Википедии пришёл Круннер. Знаете, какой это Круннер? Я тоже не знал этого Круннера. Круннер, это, например, был фрексинатором. Это люди, которые тихонечко, ласково поют на микрофон. Просто тогда, когда они появились, до этого никто не пел тихонечко и ласково. Они пели так, чтобы было слышно, как говорится, в последней точке зала. А тогда, так сказать, со скачком технологии стало это возможно, и люди стали этим пользоваться в Дин Мартин. А у нас главным комбинаром, по моему ощущению, был как раз Леонид Досевич. Вот, поэтому и все эти песни совершенно потрясающие, аранжировки тончайшие, удивительные, когда их разбирали. То есть, гениальные аранжировки совершенно. И поэтому всё мы переварили, всё это сделали, записали. И вот нас ждёт такой диск. А также там будут ещё композиции песни на этом концерте. Но какие, я пока точно сказать не могу, это секрет. Такой двусоставный концерт, в котором будет половина этой песни утёсов, а половина этой песни не утёсов. Но в том же звучании небольшого биг-бенда. Такой шуманный. Маленький, маленький, маленький. А вы сейчас можете что-нибудь сыграть в концерте? Нет, как маленький, как маленький. Очень маленький, большой биг-бенда. Если что маленький. Нет, это всё, да, просто где-то всё в стадии проекта. В смысле, мы сейчас не сможем это изобразить, потому что там нас на сцене будет около 20 человек. Совершенно серьёзный такой прям-таки на самом деле. Нормальный такой биг-бенд, чего ж там скромничать? 20 человек. Да, небольшой хор будет. Вот такая вот история. А как плащать на концерте? Я надеюсь, что в апреле... На плащать на концерте? Слушай, я не могу пока точно вам сказать, потому что вдруг всё сорвётся, и я, конечно, вас обманул. Мы часто, так сказать, пока всё это выясняем и утрясаем, но вот контент наполовину я могу уже раскрыть сейчас. Ну вот, такая вот история. Ну что, ещё песни нет? Готов? Нет? А у нас больше ничего нет. Ей песни нет? Тогда я спою городской роман. Как говорится, когда кончаются песни, начинаются романы. Я знал её милым ребёнком когда-то... Нажимаем. Оно? Оно... А, теперь сейчас я об этом олегу, скрываю. Слушай, ты можешь мне дать ложку или милку? Да? Сейчас, сейчас. Нужный момент. Пару раз. Пару раз повторю. В треугольник. Я знал её милым ребёнком когда-то, Однажды, когда ей десятый был год, Она свою букву случайно разбила И плакала целую ночь напролёт, И плакала целую ночь напролёт. Промчалась, как ясное облачко детства, И как изменилась подруга моя, Она моё сердце разбила на части, Но плакала в этом один только я, Она моё сердце разбила на части, Но плакала в этом один только я. Смотрите, наверняка кто-то хочет Петю спросить в чём-то. У вас есть эта возможность, и поэтому поднимайте руки. А если хотите спросить Алису и Олегу тоже можно. И да, ребята тоже можете спросить. Да, да. Скажите, пожалуйста, на каком концерте вы сказали своему другу? Ущипни меня! Я вижу этого музыканта! Это моя мечта! Ой, много таких чудесных музыкантов. Мне посчастливилось быть на концерте, Последнем концерте в Москве Сезарии Горы. И я, к сожалению, не очень хороший звук, Но она, конечно, для меня, это какая-то огромная часть меня. И кто, кто знает мои песни, я думаю, это забит. Это что? Влияние Сезария Горы очень видно. И вообще вот эта вот как-то Средиземноморская, Кабу-Верцкая, Западно-Африканская какая-то история, Лирическая и ритмическая одновременно, Оно какое-то очень для меня важное. А потом я был на концерте Боби Макферина. И это тоже огромное для меня событие. И даже он там вытягивал людей на сцену, Чтобы все пели какие-то штуки. И я тоже выскочил. И там чего-то подгудел, подгудел, подпел. И был совершенно счастлив, как ребенок. Потому что это потрясающий человек. И таких музыкантов очень много. Это я сейчас вспомню те концерты, на которых я был, Которые произвели на такое впечатление. Огромное количество музыкантов, На концерте которых я совершенно бы раскулся, Как сладкое желе. Это был общий вопрос всех, да? Да, да, да. Нужно прочитать? Давай. Во втором действии нашего спектакля «Северная Алисия» звучит песня «Манига», Когда Сафронов произносит «Всему, коли есть и корейский край». А ведь эта песня сначала появилась на концертах, Была очень гармонично заявлена под прото-афроуральским соусом. Да, совершенно верно. Да, и что? То есть, как абсолютно самостоятельное произведение, Даже с инфопространством. Все-таки в спектакль она была вставлена уже потом, Или изначально сочинялась под него. Вписалась-то она в спектакль идеально. И что значит такое? Река это или человек? Песня действительно существовала. Ну, кажется, ну и что? Сейчас я пытаюсь вспомнить, какие вещи тоже существовали в этом спектакле, Который там участвует. Знаете, вот песня «Nothing really matters» Был только рефренд, который я придумал где-то за спектакля, Но песни, собственно, еще не было. А песню я его превратил уже в рамках спектакля, в его конве. А все остальные вещи... Бумеранг еще. А, да, Бумеранг, конечно, да. Бумеранг и Love Swing. Вот Love Swing тоже существовал уже довольно давно. А все остальные композиции оригинальные... Кровавые ключи прямо в спектакле? Да, да, Кровавые ключи прямо в спектакле. То есть, у меня был эскизик, но он был совсем только-только-только... Алис, покажи какой-то, не помнишь какой-то? Ну ладно, все, не будем сейчас, да. Потому что сейчас плохо сыграем, а там все круто. Приходите на спектакль, там будет все очень круто. Или сейчас мы просто будем запись включать и сидеть и посмотрим. Да, Кровавый ключи... То есть, был вот этот рефрейзчик такой... То есть, риф был. А песня сама уже была сделана в спектакле. Что еще? До боли? До боли — это просто, как и многие слова в этих песнях... Это такое просто настроение. Как меня спросят, что там поют? Белая рыбица, баланчик, камаз... Белая рыбица, балансик, балансик... Сидим уже, сводим второй день эту песню. Слушай, а что там поется? Лабан че камаз... То есть, это следует... А на вора то горе... А на ворот, то горе. Ма-на-ма-на, на-ма-на. И до боли это тоже, опять же, абстрактное какое-то. То ли это река, то ли это ещё что-то. Это что-то сибирское, бескрайне абстрактное, как гигамаз белорыбец. То есть это просто настроения какие-то, которые создаются с этими двухсочетаниями. То есть, общение с драматическими театрами, драматическими актерами вам помогает эта работа над оперными местами? А, я надеюсь. Безусловно, конечно, помогает. Потому что ты видишь вблизи людей, которые не поют, что так странно, конечно. А создают совершенно другой мир с другими средствами. И ты понимаешь, насколько эти средства прокачаны по отношению к большинству оперных артистов, которые всё-таки все, конечно, оперные артисты, кто-то ещё не говорил, все думают, прежде всего, о пении. И оттуда ты понимаешь, что вот этого эффекта люди достигают как-то пластикой, паузой, интонацией. То есть только этими красками. И понимаешь, какой-то, на самом деле, можно доврать, чего-то докопать, найти в динамике. Где-то быстро, медленно, плавно, резко. То есть это огромное количество палитры, которые ты наблюдаешь и мотаешь на обзор. Могу. У вас есть и давнейшие планы работы с театром вообще? Я надеюсь. На самом деле, как-то так повезло, что вот эти три истории были как-то очень органичны, в моём случае. Потому что все эти сценарии, которые были задействованы, они все для меня... Я считаю, что это классные вещи. То есть с ними очень хотелось работать, сразу захотелось это всё озвучить. То есть по ощущениям, да? Да. И если будут поступать такие же замечательные предложения, я буду счастлив дальше этим заниматься, потому что композиторство вообще даёт какие-то новые горизонты, открывает... Тебе не обязательно новое... А теперь тарам-песня! И ты такой все-таки должен на тебя посмотреть внимательно. То есть определённые накладывают на тебя рамки, в которых ты действуешь. Это песня. Или это инструментальная композиция, которая тоже должна быть с сценическим действием, которая должна держать публику в течение трёх минут. А тут имеется, что ты можешь отойти на второй план. Ты можешь взять какой-то антураж, который взаимодействует с актёрами, с видеорядом. У тебя уже огромное количество всего появляется, и это развязывает руки очень во многих каких-то музыкальных направлениях. А музыка Федора первого закончена, потому что я не поняла, что... Слушай вопрос. В принципе, да. Но я надеюсь одну вещицу ещё переписать. Надеюсь её переписать. В принципе, она готова, она хорошая. Но мне сказали, можно её переписать. Просто там записаны в основе MIDI-инструменты, а хочется заменить их на живые. Мы предприняли одну попытку. Ну, как сходу не вышло, но я надеюсь, может, другие дойдут и перепишут. А в основном всё абсолютно готово, да. В 10-м выбрались. Да, всё готово. Да-да, всё. Ну что? Да, ну всё, спасибо, друзья. Давайте последний вопрос. Можно? Да, давайте, у нас последний вопрос будет сейчас. Вопрос, да, давайте. Ну я тоже хотела попросить, какие песни про жирафа подпеть хотя бы. Ну про жирафа очень трудно. А окна тоже они? У нас, видите, какой ограниченный состав, и у нас и не поможет. Давайте. Давайте сыграть. Всё сложно, да. Смотрите, кстати, у нас там продаются диски. Да, да, не нужно купить. Да. У вас, у кого-то нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok